сегодня мы поговорим на очень интересную тему с примерами что такое конспект что такое алгоритм что такое базовые знания и естественно как это все привести к своей торговой системе потому что в науке в науке есть такое понятие которое называется подмена понять то есть когда там желаемым выдают за действительное или наоборот действительное за желаемое то есть когда вы по простому там знаете математику или физику и вы пытаетесь подменить так называемое понять вот очень часто люди путают алгоритм с торговой системы в процессе написания алгоритмов алгоритмов может быть очень много и 10 и 15 и 20 так вот периодическое и постоянное изменение вашего алгоритма в соответствии с вашим стилем торговли с конъюнктурой рынка с любыми изменениями как раз и приводит к тому что вы выстраиваете именно свою торговую систему торговую систему выстроить не так просто и не просто ее выстроить по одной простой причине потому что конъюнктуры рынка она постоянно меняется что я подразумеваю под конъюнктуры рынка например сейчас приблизительно порядка двух месяцев крипта стоит на одном месте было только два сильных движения которые по сути дела мы поймали очень сильно стоит рынок форекс на одном месте то есть это и называется конъюнктур рынка которые вы должны по простому быть адаптированы должны понимать что на рынке есть затухание волатильности есть увеличение волатильности естественно ваша торговая система не алгоритм а именно ваша торговая система она должна все эти вещи учитывать это и есть вот тот важный фактор который по простому вы должны учитывать сейчас я вам просто покажу с чего я заставляю начинать работу всех своих учеников для начала да для начала вы должны понимать одну вещь что любой из вас любой из вас должен начинать свою торговлю с элементарных базовых вещей которые вы по простому должны знать а теперь так как у нас вместе с будем говорить так совместный эфир у нас диалог а не монолог у меня один вопрос у кого есть элементарные базовые знания одну секундочку пока отвечать не надо я объясню я объясню что такое элементарные базовые знания вы знаете что такое уровни вы знаете что такое атр вы знаете что такое затухание волатильности Вы знаете, как правильно проводить уровни. Вы понимаете, что такое пробой уровня, отбой уровня, ложный пробой. Вы понимаете, что такое high bar, low bar. Вы понимаете закрытие и открытие. Вы понимаете, где инструмент закрывается. То есть, вот это элементарные базовые вещи, которые вы обязаны знать. Естественно, туда входит риск менеджмент, мани менеджмент, процент на депозит, процент на сделку. Вот это основные вещи, которые вы обязаны знать. Так вот, давайте сейчас мы с вами пробежимся элементарно по конспекту. Вот каша в голове от того, что вы не можете формализовать свои базовые знания. Я сейчас вам покажу конспект, который был написан человеком, который был на семинаре. Давайте я вам объясню одну вещь. Что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь запустить ракету, но у вас абсолютно ничего для этого нет. Даже если у вас есть ракета, вы ее никогда в жизни не запустите, потому что для того, чтобы запустить ракету по-простому, вам нужна специальная площадка. Когда ракета взлетает, куда уходит отработанное топливо, сопол. Вы эти вещи пытаетесь делать. Вы пытаетесь запустить, будем говорить так, вы пытаетесь запустить элементарные ракеты в воздух, и вы не знаете элементарных вещей. Этого не будет, это работать не будет. Так вот, когда люди ко мне приходят на семинар, либо когда люди покупают дистанционный курс, у людей есть одна большая проблема. Они элементарно не пишут так называемый конспект. Что подразумевается под элементарными конспектами? Это набор базовых знаний, которые вам помогают, и вы всегда можете к ним обратиться. То есть у вас на столе, к примеру, образные. Я говорю, да, вот у меня есть Антуан Десент-Экзопери. Видите, есть вот такая вот по-простому книжка. Первое, на что вы должны обратить внимание, это вот эти базовые вещи, которые вы применяете. Вот я гарантирую вам, видите, если вы не можете определить направление рынка, значит вы вообще ни хрена не понимаете. Ну вот не обижайтесь. И для этого нужен как минимум конспект. Конспект плавно переходит в алгоритм. В алгоритме обязательно должны быть так называемые предпосылки. И это то, с чего по-простому вы должны понимать. Теперь давайте я вам просто покажу один из новых конспектов, которые вы не видели. А вот теперь, перед тем, как мы перейдем к картиночкам, задайте себе вопрос. Почему люди приезжают на семинар? Люди приезжают на семинар по одной причине. Сэкономят себе годы жизни. Если вы думаете, что люди только приезжают на семинар научиться, люди приезжают на семинар для того, чтобы сократить себе годы жизни. Ну вот элементарно, если вы не понимаете, как использовать АТР, куда просто элементарно его влупить, то грош вам цена. Потому что АТР вам обязательно поможет, как правильно его использовать. Гарантирую, что если бы вы до конца понимали правильное использование АТР, то вы бы торговали совсем по-другому. То есть, с правильным использованием АТР, вы бы 70% своих сделок не сделали. Просто элементарно не сделали. А теперь давайте я вам просто покажу, что такое конспект. Вот смотрите. Конспект – это когда человек, по сути дела, переписывает, видите, все подряд. Этот человек не просто сделал конспект, это вообще просто какая-то научная работа, где, видите, он прошел тренинг, это это я, он даже не был на семинаре. Видите, вот он просто себе, вот смотрите, внимательно, я вам просто дам введение. Посмотрите просто, что вы написали. Это то, что человек пишет для себя. Вот смотрите внимательно. Любой из вас хотел бы по-простому иметь этот конспект. Видите, вот человек полностью все описывает. Но вы должны понимать одну вещь, что это будет чересчур просто для вас. Вы не хотите приложить абсолютно никакие усилия. Тем более, если вы прошли дистанционный курс или были на семинаре, то вы как минимум, как минимум, вот из кем, у вас одна проблема, скорее всего. Вы не можете все сложить, а вы обязаны все сложить вместе. И тогда, по-простому, у вас будет какая-то вещь, которая поможет вам найти ошибки. То есть, скорее всего, смотрите, для чего вообще существует образование. Образование существует для того, чтобы вы понимали, что вы так или не так делаете. Для этого вы описываете себе алгоритм, пишете не только статистику. Статистика – это как бы уже, когда человек торгует. Скорее всего, человек просто элементарно не формализовал свои точки входа и точки выхода. Человек думает, что если он пришел в Pro-канал, значит, в Pro-канале по-простому за него все сделал. Смотрите дальше. Видите, у человека полностью все написано. Никогда не менять таймфрейм. Видите, самое тяжелое – это понимание рынка. А понимание рынка приходит только со временем. Смотреть и еще раз смотреть вдумчиво графики. Первое, что вы должны делать, посмотрите внимательно, видите, это понимать рынок. Понимание рынка приходит только со временем. Вот здесь человек полностью, видите, рисует конспект. Как идет перевешивание, что такое уровни. Видите, смотрите внимательно. Представляете, какое количество сил человек потратил на то, чтобы написать этот конспект. Это только конспект. Смотрите внимательно. Обязательно держите возле себя риск-менеджера и обязательно возьмите себе абсолютно непонимающего ученика для того, чтобы научить его основу. То есть вы видите одну вещь, насколько, насколько человек потратил свои силы для того, чтобы… Видите, уроки номер два. Что такое статистика? Я вам просто покажу одну вещь. Урок номер три. Вход, выход плюс тренд. Смотрите, я вам просто сейчас покажу, когда придут картинки. Разбор различных статистик. Программа сделки загружается. Сделки львов, мне кажется, видите, скорее всего, наверное, может быть. Так, вот смотрите внимательно. Самый важный урок, который вы должны понимать, он есть в интернете. Все, что здесь молодой человек написал, это все есть в интернете. То есть человек для себя описывает, кто такие покупатели-продавцы. Так вот мой совет всем. Перед тем, как вы садитесь торговать, просто элементарно сделайте элементарные базовые вещи для себя. Вот тут кто-то, молодой человек, или там, неважно, девушка, кто-то написал, что в книге очень много всего есть. Вот в книге эти вещи есть. Я понимаю, что люди делятся на категорию «очень хочу, нету денег». Для этих людей есть книжка. Книжку я специально написал для категории людей «очень хочу, нет денег» или «хочу попробовать, не хочу тратить деньги». То есть то, что вы видите, видите, он здесь полностью описывает, смотрите внимательно, какие бывают покупатели. Да 90% из вас элементарно просто не понимают, какие бывают покупатели. Там статичные, динамичные, чем они занимаются. Вы должны начинать с элементарных базовых вещей. Видите, кто такие статичные покупатели или статичные игроки? Это игроки, которые формируют уровни сопротивления и делают лимитные заявки. То есть вы будете понимать, для чего они делают. Кто такие лонгисты, кто такие шартисты. Видите, кто такие шартокрылые? Это те, кто закрывает шартовую позицию. То есть по-простому конспект в первую очередь сделан для того, чтобы вы могли для себя взять базовые понятия. Если бы я подарил этот алгоритм, 90% людей просто бы не написали свой. Они просто взяли, положили бы на стол и периодически туда заглядывали. А цель обучения, она именно заключается в том, для того, чтобы написать свой, своей собственной рукой. Я вам просто покажу, это только часть бумажек, которые у меня на столе. Смотрите, видите, это акции. Все, я пишу сюда все свои мысли, я все записываю. Да, вот там сегодняшний день, к примеру, там просто показываю из про канала. Я записываю сюда все свои мысли. Знаете, потому что никто за мои мысли, меня никто не оценит, пока я их не положу на бумагу. И они не будут у меня лежать. Поэтому первое, что вы должны сделать, в первую очередь, в первую очередь, никаких ссылок на конспект я не дам. Когда я увижу, что люди в адеквате готовы его переписывать себе, вот тогда да и да. Мне не жалко его дать. Я просто хочу, чтобы вы учились. Когда люди приходят в про канал, к примеру, они говорят, вот, что-то там нет выходов и все остальное. И цель – научить вас. Запомните одну вещь, да. Есть огромное количество, например, там на Инстаграме, в каналах, людей, которые дают рекомендации. А что, если этот человек уйдет и не будет давать рекомендации? Как вы дальше жить будете? Цель – это помочь научить вас каким-то определенным адекватным вещам. Вот это цель – научить вас определенным вещам. Давайте я вам дальше покажу. Смотрите внимательно. Видите, здесь все понятно. Вот человек понимает, что есть уровень, есть движение. Понятно, куда поставить стоп. Видите, здесь полностью все описано. То есть человек полностью описывает. Понятен стоп. Что нам будет это стоить и что мы с этого поимеем. То есть какое будет соотношение риск-прибыль. Посмотрите, здесь 80 страниц. Вы представляете, какое количество человек потратил своего времени и здоровья для того, чтобы это сделать. Теперь смотрите внимательно. Самое главное для трейдера – это привязать точку входа к чему-то. Выход объема или уровень. Это очень важно. Потому что точку входа, точку входа. Вы сами определяете для себя. Запомните один очень важный фактор. Что инструмент должен вписаться в ваш сценарий, а не наоборот. Вот это очень важный фактор. Вы должны сначала все описать, а потом это должно все, видите, посмотрите. Это должно вписаться. Что такое нисходящая база? Посмотрите, как правильно проводить уровень. Видите? То есть первое, что вы всегда делаете – вида ложного пробоя. Первое, давайте я вам объясню, что вы делаете. Значит, смотрите, представьте себе. Давайте возьмем элементарный. Вот что вы делаете. Вы хотите простудировать книгу. Вы берете, например, книгу. Да, не важно, я вам сейчас покажу. У меня очень много книг, которые я стараюсь читать. Видите? Вот смотрите, какие у меня красивые книжки есть. Видите? Это экзупери. Смотрите, как красиво. Лучшему шефу, видите? Вот. Что я делаю? У меня есть такой фломастер, там, видите? И я… У меня есть фломастер на разных цветах. Я начинаю себе зарисовывать то, что я не понимаю. Запомните одну вещь. Очень важный вопрос. Если вы не записали на лист бумаги какие-то очень важные для себя вещи, шанс, что вы их забудете равен 90%. У меня все по листикам записано. Смотрите. Турция. Виза. Если вы посмотрите, то вот таких вот бумажек, да? Вот таких бумажек. Смотрите. У меня скобки. Да? Я записываю себе абсолютно все. И что касается трейдинга, и что касается там моих мыслей. Если я, например, увидел какую-то картиночку, да? Вот я для себя записываю. Записать видео студентам. GBP. Видите? Вот. Распадская, там, и все остальное. Вот эти все вещи у меня есть. Что происходит с вами? Какая у вас у всех основная ошибка? Вы ошибочно, вы ошибочно знаете, что делаете? Вы ошибочно начинаете торговать, думая, что практика вас приведет к какому-то количеству знаний. Запомните одну вещь. Она пришла из науки. Что практика без теории абсолютно ничего не значит. И если вы не обладаете элементарными теоретическими знаниями, если у вас нету их, да? То есть вы просто хотите открыть и сесть там элементарно, там сразу сесть и поехать на машину, потому что вам кто-то рассказал, что машину водить очень легко. Так, в первую очередь вы должны понимать, что практика без теории не существует. Сначала должны быть элементарные теоретические знания, то есть база, которые вы вообще не ищете. Есть книжка, есть там канал Герчик Инко, есть канал Герчик, есть огромное количество видео, есть Заботкин, есть Макеев. Вы ни хрена делать не хотите. Я очень, конечно, извиняюсь, что мы сегодня перешли на личности, но по-другому я сказать не могу. То, что вы делаете иногда, просто объяснению не подлежит. Вы хотите худеть, но делать для этого ни хрена не хотите. Видите, плохой карандаш лучше хорошая память. Абсолютно верно написано. Так вот, очень часто люди совершают именно одну и ту же ошибку. Вы не обладая какими-то теоретическими знаниями, лезете. Так вот, первое, что вы должны для себя делать, это элементарно понять какие-то базовые вещи. Вот давайте я вам еще раз покажу сейчас, и вы пока прочитайте, что написал этот человек. Просто вот смотрите внимательно, что написал этот молодой человек. Он очень здорово написал. Посмотрите внимательно. Вот я вам сейчас показываю. Видите? То есть, это сначала картинка. А теперь вот просто элементарно почитайте, что написал он в теории. Субтитры создавал DimaTorzok